Добрый день дорогие друзья, с вами снова я, Захар Артемьев. Что ж, прежде всего позвольте сказать, слава богу, что это был не сухой суперджет SSJ-100. Сегодня ранним утром самолет уральских авиалиний Airbus 321 совершил вынужденную посадку недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. Пострадало несколько десятков человек, 23 были госпитализированы. Самолет вынужденно экстренно сел на поле недалеко от аэродрома, потому что он пролетел сквозь стаю чаек и двигатели были повреждены в результате телами птиц. Удивительно, что никто не погиб. Самолет не загорелся. Почему? Может быть потому, что там шасси чуть получше, чем в сухом суперджете, и они не вламываются в таком случае в это... Я не знаю, я не авиационный техник. Но вы знаете, я не из тех, кто любит хаять бренд «Сделано в России». Я вообще хотел бы с гордостью произносить эти слова, сделанные в России, а вот сейчас вот этот сухой суперджет, это не то что не гордость, это трагедия летающая. Что ж, впрочем, и у нас около 200 таких трагедий на вооружении. Впрочем, я хочу поговорить о куда более страшной вещи, о настоящей трагедии, о крылатой ракете, о проекте под кодовым наименованием «Буревестник». Насколько я понимаю, все подчеркнуто из открытых данных, друзья, и собрано на основе моей логики. Ну, я много думал об этом, читал, вращался в среде, общался с экспертами, и еще раз хочу вернуться к ракетам «Буревестник». Друзья, в чем принципиальное отличие между баллистической ракетой и крылатой ракетой? Крылатая ракета пользуется принципом малозаметности и используется в конвенциональных войнах, без применения оружия массового уничтожения. А ракеты баллистические используются, ну, созданы для тотальной войны. Это меч-кладенец. Баллистическая ракета межконтинентальная – это меч-кладенец. Они сейчас пытаются перевооружить на твердотопливные ракеты с более долгим сроком хранения, но пока у нас основа ракет таких вот межконтинентальных – это жидкостные. Значительная часть из них хранится в шахтах, часть мобильного базирования, часть на подводных лодках. Обслуживание, хранение каждой ракеты стоит значительных денег. Шахтного базирования еще больше. Представляете себе, живой фактически меч-кладенец в ножнах, готовый к очень быстрому запуску. Вот. А теперь, что такое крылатая ракета? Крылатая ракета – это тактическая ракета. Это ракета для наземной войны, как в Сирии, к примеру, да, или где-нибудь еще. Она запустила, и она полетела и бахнула где-то там. Их пачками делают. Дошло до того, что американцы штампуют томогавки с пластиковыми деталями, с дешевыми и так далее. Это оружие выстрелил, забыл, потому что какой-то процент из них не долетает. Я даже не буду говорить о вреде вот этих вот ядерных двигателей. Просто должно быть понятно, да, сама концепция оружия. Меч-кладенец. Ядерное оружие – это оружие последней красной кнопки. Когда вот все, враг напал, и нам конец, и паритет надо реализовать до конца, да. Тогда берет глава государства, фигачит, вылетают баллистические ракеты. Почему баллистические? А теперь, внимание, правильный ответ, друзья. Оружие паритета создается, чтобы в случае ядерной войны, даже если враг по нам уже долбанул, чтобы наши ракеты все равно взлетели, несмотря на этот нейтронный взрыв, удар, который отрубает электричество, как он там называется, чтобы ракеты поднялись над этим воздействием, над этим полем, в космос ближний. И оттуда добрались до цели, и враг получил такой же ответ. Так, а теперь, внимание, вопрос. В студию. Скажите, способна ли крылатая ракета, летящая на небольшом расстоянии от поверхности Земли, и пользующаяся скрытностью, способна ли эта ракета выдержать, ее электроника, выдержать вот такой вот нейтронный удар, воздействие мощнейшее? Нет. Эта ракета упадет. Теперь представляемся, смоделируем, не дай бог, ситуацию. Вот по нам, вот там враги предполагаемые, кто там, Америка, Китай, там, внезапно взяли, плюнули на все договоренности и долбанули по нам, надоели мы им. И мы отвечаем им. А у нас на вооружении 5000 ракет, этих, буревестник, да? И мы берем их, запускаем. Ракета-буревестник летит со скоростью 1000 км в час, да? Ну, даже 2000. А баллистическая ракета летит со скоростью на порядок больше. Понимаете? Порядок, это еще один нолик там, да? А то и полсотни. Ну, ладно. В общем, суть в том, что пока эти ракеты не успеют наши даже долететь до государственной границы Российской Федерации, как по нам долбанут, не дай бог, конечно. И нейтронный взрыв эти ракеты нейтрализует, они нам же и добавят к нашей многострадальной территории взрывчиков ядерного заражения. В общем, эта идея, ребята, в никуда. Это трэш. А если прибавить к этому логистику, логистика крайне важная штука, друзья мои. За каждым из этих изделий нужен постоянный уход. Они не могут просто лежать в углу, как лежат конвенциональные ракеты. Это ядерные ракеты с ядерными двигателями, реактивными и атмосферными. Эти хрени должны храниться. Вряд ли их можно хранить готовыми к запуску. То есть мы получаем, фактически не мы, а РФ получает вот с этими ракетами Буревестник просто нагрузку огромную, бюджетную, совершенно бесполезную в военное время, а в мирное время чрезвычайно опасную. Я еще хотел бы задать вопрос вот этим вот, кто устроил недалеко от Нерингри вот эти вот испытания вот этого двигателя. Чем вы думали, это же радиоактивный двигатель, с какой стати вы возле населенного пункта это делаете? Вы что, вообще не люди? А почему на новую землю не поехали? Куда-нибудь там, не знаю, в тундру, где нет никого? Почему? Вы что, совсем опалоумели? Очнитесь. Что же, и хочу сказать, что, судя по всему, кончаются или кончились старые советские еще кадры в оружейной отрасли, которые могли производить оружие. Господин Рогозин славно потрудился вместе с господином Сердюком. Наши ВПК уже, боюсь, в сосновом гробике лежит. Что ж, почему я так говорю? А потому что совсем недавно, месяца два назад, был один подводный жуткий инцидент на Лошарике, на уникальной подводной лодке исследовательской, с рекордной глубиной погружения, с титановыми корпусами множественными, шарики, много шариков, поэтому Лошарика назвали, очень глубоко может погружаться. И явно, я по логике вещей подозреваю, что там офицеры отправились тестировать или устанавливать Посейдон. Вот эту беспилотную торпеду атомную, которая до врага идет, оружие возмездия, потом взрывается, там волна, цунами, все дела. На бумаге это все красиво звучит. А в реальности, получается, погибли офицеры-подводники в первом случае, во втором случае загажен огромный кусок территории и тоже есть жертвы. А между тем, аэробус А321 сел и на поле, и никто не погиб. А Суперджет сгорел на взлетно-посадочной полосе. Может быть, хватит изобретать велосипеды и сходить с ума, друзья? Если вы не знаете, куда девать деньги, не надо их тратить на охрене, которые будут падать и загаживать нашу же землю. Поделитесь, пожалуйста, верните пенсии людям, позаботьтесь, наконец, о матерях-одиночках, о многодетных матерях, о пожилых, обездоленных людях. Вам некуда деньги девать. Вот эти вот ракеты-буревестник, это худшее, что можно было изобрести. Вот поверьте мне, я говорю это даже не будучи, там, не знаю, яйцеголовым ученым, прошу прощения, у видных умов. Очень-очень надеюсь, что это дойдет от ход моих мыслей до кого-то из людей во властных структурах, кому еще не безразлична судьба Родины, хоть немного. И остановятся, все потуги в этом направлении должны быть остановлены, поверьте. Это не просто тупик, это тупик с пропастью внутри, и там шипы торчат, понимаете? Вот, остановитесь. Что ж, друзья, спасибо вам большое, приболел, и вообще, в общем, депрессия, хандра и все дела, поеду в лес копать себе землянку, наверное, куда-нибудь. Вот, доброго всем дня, спасибо вам большое за то, что поддерживаете мой канал, мою деятельность, вот, подписывайтесь, ставьте лайки, проверяйте вашу подписку, ее действительно снимают добрые волшебники, с мудрыми и такими пронзительными глазами. Искренне ваш, Захарыч Блаженный. Пока. И слава Богу, что никто в Аэробусе 321-е рейса уральских авиалиний не пострадал, ну, не погиб, слава Богу, слава Богу. Вот и желаю скорейшего выздоровления 23-м госпитализированным пассажирам рейса Москва-Симферополь. Доброго дня. Пока, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...